Коин Телеграф в Твиттере вчера опубликовал исследование, исходя из которого эфир может достичь пятизначной цены, если история повторится. Судя по их анализу, цена второй по размеру криптовалюты может достичь 14 тысяч долларов, если фрактал марта 2020 года отработает и на этот раз. Мы уже знакомы с творчеством этих трейдеров сайта tradingshot.com. Именно их анализ мы и разберем сегодня. Таких сигналов было несколько за 2020 и 2021 и обычно требовалось около 130 дней после него, чтобы цена продолжила бычий забег. Этот повторяющийся фрактал включает в себя три технических индикатора. Пятидесятидневную среднюю скользящую, которая здесь обозначена синей линией. Также индекс относительно силы или RSI и каналы Fibonacci. Вот что пишет трейдер. Эфириум закрылся выше своей 50-дневной среднескользящей впервые с начала майской коррекции. После ковидного краха в марте 2020 такой же сигнал стал ранним индикатором предстоящего ралли. Здесь очень важно подчеркнуть ранним индикатором. То есть гроза на горизонте еще не значит, что дождь пойдет уже через минуту. Например, в апреле такой сигнал поднял цену эфириума со 170 до приблизительно 500 долларов за монету. При этом цена эфириума двигалась в рамках канала Fibonacci, находя низы на нижних границах и верха на верхних границах этого канала. Трейдингшот нашел несколько подобных фракталов, каждый из которых соответствует трем условиям. Закрытие цены эфириума выше 50-дневной среднескользящей, рывок RSI от 60 до 90 пунктов и нахождение нового исторического пика на верхней границе канала Fibonacci. При этом, по словам трейдера, вершины цены эфириума каждый раз прогрессируют на один уровень Fibonacci выше. Сначала это был 1.0 уровень, потом 1.5, затем 2.0. Технически, говорит трейдер, мы можем предположить, что следующая вершина цены эфириума будет находиться на уровне 2.5 по Fibonacci. А это означает около 14 тысяч долларов за эфириум. Давай же разберем этот график немножко конкретнее на каждом отдельном случае. Март 2020 цена эфириума терпит большой крах, после чего длительное время не может вернуться обратно выше 50-дневной среднескользящей. Но 16 апреля 2020 ей это удается, она закрепляется выше 50-дневной среднескользящей. При этом индекс относительной силы в это время пробивает отметку в 60 пунктов. Спустя 137 дней цена эфириума достигает нового исторического пика, который идеально совпадает с верхней границей канала Fibonacci. Это уровень 1.0. В это же время индекс относительной силы достигает 90 пунктов, после чего цена эфириума корректируется. Следующая ситуация произошла 12 октября 2020 года. После падения цена эфириума снова возвращается и закрепляется выше 50-дневной среднескользящей. В это же время индекс относительной силы пробивает, опять же, 60 пунктов. Спустя 132 дня после этого цена эфириума достигает нового исторического пика. В это же время индекс относительной силы достигает 90 пунктов. При этом новый исторический пик цены эфириума приходится на верхнюю границу нового канала Fibonacci. Это уровень 1.5 по Fibonacci. Далее мы снова видели коррекцию. И, наконец, третья ситуация произошла 6 марта 2021 года. Мы снова видим, как этот фрактал повторяется в который раз. Цена эфириума после падения возвращается выше 50-дневной среднескользящей. При этом RSI, как ты думаешь, что сделал, снова преодолел 60 пунктов. Далее цена эфириума достигает нового исторического пика в 4.5 тысячи долларов. Этот пик идеально совпадает с верхней границей этого нового канала по Fibonacci. А это уровень 2.0 по Fibonacci. В это же время индекс относительной силы снова достигает 90 пунктов. После чего мы видели большую коррекцию. И, наконец, та самая ситуация, в которой мы находимся прямо сейчас. 26 июля 2021 года цена эфириума преодолела 50-дневную и закрепилась выше нее. При этом индекс относительной силы преодолевает 60 пунктов. Очень сильно похоже на предыдущие ситуации, не так ли? Исходя из прошлых ситуаций, спустя 70, 130 или 140 дней эфириум должен показать новый исторический пик своей цены, который будет находиться на верхней границе нового канала по Fibonacci. А это уровень 2.5 по Fibonacci. При этом будущий рост цены эфириума будет продолжаться до тех пор, пока индекс относительной силы не достигнет 90 пунктов. Если все эти условия будут соблюдены, цена эфириума может подняться приблизительно до 14 тысяч долларов. Итак, если этот фрактал, который повторялся уже 3 раза с марта 2020 года, повторится опять, цена эфириума может стать пятизначной и достигнуть в 14 тысяч долларов. Звучит как-то совсем фантастически, но на самом деле, исходя из этого анализа, это вполне реально. Никто не умеет видеть будущее, но эти ситуации повторяются очень часто и постоянно. И поэтому, лично меня этот анализ очень сильно удивил. Поэтому я оставлю ссылку на него в описании, чтобы ты мог изучить его самостоятельно и сделать собственные выводы. Также напиши в комментариях, как ты думаешь, какой цена эфириума будет в 2022 году. И ожидает ли его рост цены в ближайшие 130-140 дней. А на этом все, ребята. Если видео было интересным или полезным, не забудьте поставить лайк. Лайки помогают каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей. Увидимся в новых видео, одно из которых уже через несколько часов. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok